Слушайте, как вот всё-таки нам десятилетиями, да, вбивалось в голову, что мы живём хуже всех, что у нас всё неправильно. Вот Европа, а вот Америка, даже там какая-то Португалия, Испания. Вот это жизнь, а не выше нас. А мы тут русские свиньи. А чё мы свиньи? Россия в баню ходила, правда? А эти французы духи придумали, чтобы не вонять. Проще было грязный запах, запах грязного тела залить духами, чем его в детях было. И туалеты у нас были. Ну, в общем, об этом много говорить, я не к тому. Всё вы это, наверное, уже знаете. Мне в интернете интересная статья попалась Александра Ширвинта. Я не думала, что он так умён. Ну, сейчас интернету, конечно, доверия нет. Там могут слова кому угодно приписать. Может быть, и не так. Слушайте, ну, мне так понравилось. Я вам сейчас быстренько зачитаю, потому что, ну, просто прекрасно. А вдруг вам это не попалось? Знаете, вот я хочу, чтобы послушали. Сидел я как-то, ел шашлык и размышлял о всяком. Что такое хвалёная французская кухня? А это кухня от голода и отчаяния. Лягушачьи лапки, улитки, мидии, заплесневелый или высохший сыр, луковый суп, артишоки. Это когда от отсутствия нормальных продуктов съедается всё, что можно разжевать. Кухня реальной нищеты, которую маркетологи завернули в красивую оболочку якобы изысканности. Целое поколение выросло в дискуссе. Это вы там у себя в России пьёте водку, а я вискарик пью, не моложе 12 лет. А тут для западников такой облом. В России, оказывается, появилась руккола, понимаешь ли, краснодарская. Да ради этого, что ли, люди жили, вписывались в темки и встраивались в схемки, кидали, прогрызали путь к светлому будущему, освещаемому неоновыми логотипами престижных брендов и высочайшей калорийностью удачно сфотканных блюд. Сказать ведь им, например, что престижная итальянская приправа оригану – это всего лишь душица, которую моя бабка заваривала в детстве от кашля. Они ж удавятся от ужаса бытия и несовершенства мира. А моцарелла – это если в молоко плеснуть скисшего вина уксуса. Говоря проще – и откинуть на марлю. В общем, не ликвид, который пить никто уже не может, ну так, утилизировать его хоть как-то. А суши – это когда нищий голодный рыбак, которого на берегу за блеск ножа просто зарубит любой самурай, сидит в море в своей лодке и, торопясь, срезает дольками мясо со свежепойманной рыбы, потому что развести огонь нельзя. Потом макает в уксус, потому что в рыбе веселые червячки живут. А потом лезет холодной рукой в мешок с рисом, скатывает там комочек влажного и соленого от морской воды риса и съедает это. Причем, панически оглядываясь, не видит ли кто. Можно провести контрольный выстрел, рассказав, что такое фондюр. Это когда нищий швейцарский крестьянин, обогревая зимой хату собственным теплом, ползет в погреб, а там все съедено. И собирает окаменелые обрезки сыра, чтобы разогреть их. И когда они станут мягкими, туда сухари макать, просто потому, что есть больше нечего. Еще стоит напомнить, что единственное блюдо американской кухни это украденная у индейцев птица. И мегапраздник беглого англопереселенца, то есть уголовника, который годами ел солонину и бобы, а тут птица. Вот мегапраздник у этого интеллектуала и был. Раз в год поесть большую запеченную птицу, украв ее у местных, которых в рамках протестантской благодарности патрон отравить из-под тишка. А престижный французский суп буябес, это когда рыбак, живущий прямо в своей латчонке, потому что даже на шалаш на берегу денег нет, продав основной улов, заваривает себе остатки рыбы, которую не удалось продать даже за гроши. И на все это смотрят живущие в стране, где буженина, растягай, блины с икоркой, стерлядь, да двенадцатислойный мясной пирог, балык, кулебяка на четыре края и четыре мяса. Смотрят и офигевают, потому что все это перечисленное внезапно оказалось непрестижно, ибо это все не загранично. Ешьте, сколько влезет. Ешьте, сколько влезет, все равно много уже не влезет. В человеке важен не вес, а то, как он его носит. Спите, сколько хотите. У пенсионера вообще, когда встал, тогда и утро. Не ждите, когда кто-то сделает вас счастливым. Налейте себе сами. Если вас незаслуженно обидели, вернитесь и заслужите. Не жалуйтесь на судьбу. Ей с вами, может быть, тоже не сильно повезло. Если жизнь после пятидесяти вас не устраивает, примите еще пятьдесят. И не берите от жизни все, вдруг не донесете. А идя исповедаться, берите валидол, вдруг батюшку прихватят от вашего рассказа. Относитесь к себе с любовью, а ко всему остальному с юмором. Классная статья.